Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре баллонские удилища от компании Diva, Diva Ninja. Такие универсалы. Значит, начинаем. Выпускается серия 4, 5, 6 метров. Четверок, как правило, в России завозят мало, потому что они не очень востребованы, а в основном это пятерки и шестерки. Тест у удочек 25 грамм. Это, по большому счету, тест чуть-чуть заниженный. То есть, вы можете ловить и чуть большего теста на них. Что заметил? Практически однотипное описание, которое скопировали все магазины, где написано сверхбыстрый строй, либо быстрый строй этих удочек, ну и тому подобное. Какие-то там супер-пупер модульности карбона у них и тому подобное. То есть, я не знаю, откуда они вообще все это набрали, взяли. То есть, это все совершенно не так. И, да, по большому счету, не нужно верить большинству описаний, что написано. Потому что, во-первых, это вещь индивидуальная. Во-вторых, часто описания составляют совсем не рыболовы. И не просто не эксперт, а даже не рыболовы. Ну, значит, начинаем. У нас самые популярные длины представлены. Пятерка и шестерка. Начинаю с плюсов. Удочки изготовлены качественно очень. Как, в общем-то, и вся ида, и вашимана. То есть, я не встречал брака, лаков, лака, подтеков, лака и тому подобное. То есть, действительно, это, можно сказать, такое произведение искусства. Покупать их в подарок просто одно удовольствие. Уверяю вас, человеку понравится и он об этом не пожалеет. То есть, действительно, прям вот, даже лак, очень дорогой лак, переходы этого лака, все правильно сделано, обмотка, под обмоткой разного цвета лак. Очень, очень красиво. Значит, дальше, по хлыстик, два разгрузочных колечка, подвижных на хлысте. И, соответственно, одно подвижное колечко, разгрузочное на втором колене. Для чего это нужно? Это распределение веса при большой нагрузке, для того, чтобы у вас не ломалось хлыст и второе колено. Эти колечки, они прижимают леску к бланку и распределяют нагрузку дальше. То есть, вы подстрахованы от поломок. Ну, как бы, она простит возможные, скажем так, какие-то ваши ошибки. Конечно, если вы ногой на нее не наступили. А вот если вы наступили ногой, то к вам, вам к нам. И за получением бесплатных запасных частей, если вы подписаны на три социальные сети магазина Multifish, это YouTube канал, это Telegram канал и ВКонтакте. В таком случае, в период действия акции, до двух запчастей в год, мы можем вам отдать совершенно бесплатно. Это в период действия такой акции. Такие акции на Daiva мы уже проводили. Людям отдавали и на спиннинги, и на баллонки, и на фидера, колено. Об этом есть информация и в разделе новости на сайте, и в YouTube канале. Посмотрите, там будет написано запчасти Daiva мы раздаем и так далее. Поэтому подписывайтесь, покупайте у нас. Но это маленькое такое вот отступление рекламы, уж извините, это нужно. Значит, дальше. Производство. Производство Вьетнам. В общем-то, по большому счету, большинство удилищ Daiva, даже топовых удилищ делается в Вьетнаме. Там хороший, большой завод, качественный завод, и никаких, в общем-то, проблем с ним никогда ни у кого не было в плане качества, я имею в виду. Значит, кольца, оксид титана, вставка кольца, коречки качественные тоже, удочку эту я знаю. Я знаю людей, кто на нее ловит хищника, ставя как основу плетню 0,28 даже, для того, чтобы мощная щука там вываживать ее как угодно, но даже плетню они не пилятся, это вот просто из наших покупателей. Еще важный момент, вот такая пробочка, и там у нас находится вот такая неопреновая вещица. служит она для того, чтобы кольца не ложились друг на друга и не выбивали вставки колец. Значит, по катушкодержателю, штатный катушкодержатель с ползунковым механизмом, не могу сказать, что он, скажем так, какой-то супер-пупер дорогой, крутой, нет, это достаточно бюджетный держак, но надежный. Маркировки на нем нет, да, его на некоторые держаки пишут, маркировку на некоторые не пишут, вот на него не пишут, потому что, видимо, они так не считают нужным. Значит, какой нюанс? В этот держак я рекомендую вставлять катушки 1000, 2000, 3000 по шаману. То есть, у меня в руках 3000 фактически катушка. Вот видите, я вставляю, она у меня даже не вставляется. Сейчас мне приходится ползуночек отодвигать почти до упора, даже вытягивать, и только тогда она у меня заходит. То есть, здесь все нормально. Поэтому имейте в виду, 1000, 2000, 3000, вот 2503, это идеальный вариант катушки под эти держаки, под эти баллоночки. Дальше, еще пару слов об эстетике. Вот специально у меня шестерка здесь лежит, я ее не разбирал. Смотрите, колечки защищены верхние вот таким пластиковым чехлом. Правда, нижние не защищены. Если мы его снимаем, здесь такая трубка, которая защищает при транспортировке хлыст. Часто при транспортировке из-за того, что коленца вот этих хлыстик выдвигается, он вот в этом месте ломается. Поэтому очень аккуратно открывайте, когда мы вам предоставляем это удилище, часто люди начинают вот чуть-чуть потянуть и начинают вот так их разбирать. И тут же ломают хлыст, потом начинают обращаться, как будто транспортное сломало или еще что-то. Значит, когда вы сняли вот чехол внешний, это всех баллонок касается без исключения, аккуратно сняли, смотрите хлыстик и очень аккуратно, вертикально, вот так вот, такими движениями снимаете уже внутренний чехол. Значит, по углю производитель здесь уголевчик не заявляет, но я думаю, что здесь не более 30 тонн, а вот по строю, скажем так, в описании везде написано высокомодульный, супер-пупер карбон, но вот супер-пупер, я думаю, что здесь в районе 30 он стоит. Значит, и по строю везде заявлено по какой-то причине сверхбыстрый-быстрый строй, то есть у них не сверхбыстрый-быстрый строй, они обе среднего строя и никакого быстрого строя там и не пахнет, что называется. Значит, давайте по поводу вот этого быстрого строя мы как раз и разложим их и посмотрим. Итак, господа, смотрим пятерочка, в руках лежит очень достойно, приятно, не могу сказать, что прям супер-легко, но чувствуется и качество, чувствуется запасик и вот такая вот пасыристая мордочка, даже вместе с серединой, тоже очень приятно. Ну, не забываем, что палочка все-таки универсальная, а не топ-сегмента для ловли на быстром течении и тому подобное, да, это ловля крупной рыбы, карась, платва, ледь, что угодно. И в том числе течение. Значит, нагружаем, смотрим по строю, видите, это к вам к вопросу описания на всех сайтах. Где здесь средний быстрый строй вы видите? Ну, в общем-то, нигде. Даже, не то, что быстрый, там везде написано быстрый, сверхбыстрый, то есть, там, значит, дальше, шестерочка, а вот шестерочка лично у меня в руках лежит уже тяжеловато. Видите, мордочка чуть-чуть даже подзавалена вперед, но, как бы, качество ее и то, что мы держим в руках дайва, она, в общем-то, должна вдохновлять любого рыболова. Нагружаем и, в общем-то, то же самое видим, что здесь строй даже средний, прям совсем средний, видите? Небольшое усилие я вот сейчас тяну совсем не сильно, то есть, еле-еле практически и то удочка уже сгибается дальше середины. Поэтому, имейте в виду, ни о каком быстром строе здесь речи быть не может. Вот. И так, господа, разложили и посмотрели, и мне пришлось их назад собрать, для того, что я вспомнил после перерыва от съемок видео, пришлось на заводы ездить часто, и я забыл последовательность действия. И только сейчас вспомнил, что я их не взвесил и не обмерил ни транспортную длину, ни комили. Значит, давайте мы измеряем транспортную длину и вес, потому что часто врут в характеристиках. Значит, транспортная длина пятерочки. Пятерочки. 124, и, соответственно, шестерки тоже 124. Вес. Вес пятерки 250 грамм. И вес шестерки 355 грамм. И диаметр комли в месте хвата у пятерочки 24, и у шестерки 25. Значит, чехол. Вот такой вот симпатичный чехольчик. Простенький, недорогой, но, как подарочный вариант, очень даже красиво смотрится со всякими японскими вот такими ниндзи-ироглифами. На липучке. В общем-то, одна липучка и такой, ничего больше нет, такой транспортировочный вариант. Огромная просьба к вам. Теперь у меня под видео на ютюбе увидите вот такой пальчик вверх. Пожалуйста, обязательно нажмите для меня. Это будет ваш подарок мне от вас. И дальше будет подписаться. Нажимайте слово подписаться. Вместе с этим жду от вас подписки на телеграмм. канал магазина Multifish и ВКонтакте. Для вас от меня это участие в акциях, это бессрочная гарантия, это низкие, максимально низкие цены и две запчасти в год бесплатно в период действия акции. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.